Как известно, рак и сердечно-сосудистые заболевания – два самых распространенных заболевания в мире, особенно в северном полушении, в развитых странах и в развивающихся странах. То же самое. Сердечно-сосудистые заболевания, безусловно, могут существовать при постановке диагноза рака или онкологической патологии, или могут усугубляться или развиваться на фоне лечения или на фоне развития заболевания. В факторе риска есть виды онкологических заболеваний, которые практически полностью пересекаются, поэтому, в общем, то, что две эти болезни могут быть у одного и того же человека, в этом ничего удивительного. Ну и подходы к лечению и профилактике во многом пересекаются, не во всем, но очень во многом. В связи с тем, что население стареет, то вероятность как онкологического, так и сердечно-сосудистого заболевания увеличивается с возрастом. Это понятно. И вот черная кривая – это американская статистика снижения онкологических заболеваний, смертности от онкологических заболеваний. И вот какая-то большая часть, возрастная группа живет, как правило, имея то и то и другое заболевание довольно часто. Поэтому это как бы механическая суммация двух заболеваний – одна из причин, почему такая специальность возникла. Вторая причина – это то, что во время лечения онкологического заболевания развиваются разные проблемы. Онкология сделала за 30 лет огромный шаг вперед. Средняя смертность уменьшилась, по некоторым позициям достигнут значительный прогресс. И больные с онкологическим заболеванием, как хроническим, очень часто сейчас живут и, в общем, работают, и живут довольно активной жизнью. Ну и у них вот они тоже требуют внимания в кардиологу во многих случаях. Это вот распространенность сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, такая карта Соединенных Штатов Америки. И если сопоставить, то более-менее есть совпадение, где гуще, где больше сердечно-сосудистых болезней, там и онкологии побольше. Поэтому это возможно. Ну, лечение рака эффективно. Это действительно как никогда ранее, и оно становится все более эффективной. Но иногда это добывается достаточно слишком дорогой ценой для сердца и сосудов. В результате, вот если рассмотреть смертность от заболеваний у больных, у которых уже есть онкологическое заболевание, которые выжили, живут с этим заболеванием, то сердечно-сосудистые заболевания занимают второе место по причинам смертности. Что касается распространенности сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране, ну, тут разные есть причины. И географическое, в общем, урежение населения в некоторых регионах. Тем не менее, густонаселенная Россия довольно высокая, и как среди мужчин, так и среди женщин. И регионы России очень сильно отличаются друг от друга по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Например, по данным Центра профилактической медицины, Москва и Тверская область различаются в 2,5 раза. Это вот относительно недавние публикации в журнале Lancet наших ученых, которые показывают, что по факторам риска среди мужского населения повышенное давление, курение, алкоголизм, повышенный още холестерин, индекс массы тела и гипергликемия занимают 6 лидирующих позиций в причине смертности сердечно-сосудистой смертности. Не менее тревожная ситуация среди молодых людей от 15 до 49 лет. Тут вредные привычки занимают довольно значимое место, и традиционные факторы риска тоже сместились в эту возрастную группу к повышенной давлению, холестерин, избыточной массы тела и другое. 20-21 век характеризуются новыми эпидемиологическими тенденциями. Это первое, как мы уже сказали, рост продолжительности жизни, общая смертность уменьшается. Уменьшается значительно, уменьшилась значительная смертность от инфекционных заболеваний. Соответственно, возрастает удельный вес неинфекционных заболеваний, а это именно онкология сердечно-сосудистая. Рост благосостояния и полностью меняет характер жизни человека. Человек фактически превратился в малоподвижное существо. Изменение характера питания, он все лучше в кавычках питается, то есть все более избыточное, мало тратит калорий. И вот основная причина этого и есть, наверное, самая главная причина, что 2-2 этих заболевания получили такое распространение. Потому что причины схожи, факторы риска есть, поэтому объединение усилий кардиологов и других специалистов, которые занимаются сердечно-сосудистыми заболеваниями и усилий онкологов совершенно необходимо. Потому что очень часто, и даже на сегодня, когда об этом многие говорят, мы живем в нескольких параллельных мирах. Повреждение сердца при лечении рака. Основные виды лечения, кроме хирургии, это химиотерапия и лучевая терапия. При этом часто происходит нарушение роста и регенерации кардиомиоцитов, которые у взрослого человека. В общем-то это довольно ограниченная способность. Так называемый коллатеральный эффект и кардиотоксичность часто, допустим, токсическое влияние на сердце является клиническим проявлением этого коллатерального сопутствующего эффекта лечения онкологического заболевания. Повреждение химиотерапии. Регенерацию клеток влияет на эндотелий. Например, схемы, которые применяются при популярной схеме, очень часто содержат препараты, которые каждый сам по себе может быть кардиотоксичным или токсичным для эндотелия. Схемы проявляются в виде сердечной недостаточности, в виде нарушения ритма сердца, иногда внезапную смерть. Дисфункция эндотелия приводит к артериальным и венозным тромбозам, эмболиям, инфарктам, объединению сосудистого рисунка, ишемии и инфарктам, несколько менее привычным для нас кардиологам, которые могут быть вызваны атеросклерозом. Но эти же могут вызывать и мерцательную ритмию, блокады сердца, перикардиты, положение клапанного аппарата. Тут много можно привести примеров, но формат сейчас невозможно об этом, обо всем рассказать. Определение кардиотоксичности на сегодняшний день четко определенного не существует, но большинство людей, которые занимаются этим делом, считают, что это снижение фракции выброса на 10 и более процентов или до уровня меньше, чем 60-53 процента. И при этом оно может быть и симптомным, и бессимптомным, а снижение такое может быть и обратимым, и необратимым. Главное, чтобы другие причины, очевидные причины были исключены. То есть, если человек входит в схему лечения со здоровым миокардом и выходит из него или развивается на этом фоне, при том, что у него нет других каких-то заболеваний, то это значит и есть проявление кардиотоксичности. Антрациклины влияют на генном уровне, они нарушают репарацию, ресинтез, РНК, что в конце концов чаще всего приводит к апоптозу кардиомиоцетов. И вот кардиотоксичность антрациклинов как наиболее изученная проблема, во-первых, они влияют явно очевидно, это препараты, которые остаются в списке блокбастеров, очень часто применяются, разделяют на острую и хроническую. Однако, по более современным представлениям, разница между острым кардиотоксичностью и хроническим размыто, потому что антрациклины вызывают в больших дозах необратимые изменения, которые просто зависят от того, рано это проявится или поздно, принципиального значения не имеет. Ну вот, что самое главное, что по статистике установлено, что есть какая-то предельная дозировка в пересчете на квадратный метр, выше которой антрациклины явно с высокой вероятностью вызывают кардиотоксичность. Есть споры, какую дозу считать, 350 или 450, но все-таки 450 и выше, наверное, совершенно очевидно. Это уже те дозировки, которые с высокой вероятностью могут вызвать клиническая значимая кардиотоксичность. Ну, соответственно, основные задачи кардио-онкологии – это предотвращение сердечной недостаточности у пациентов, которых лечится по поводу онкологического заболевания. И если уже развилась сердечная недостаточность, то лечение заниматься этим. Ну, естественно, другие причины должны быть исключены. Основные задачи – это предотвращение также нарушения ритма сердца и внезапной смерти. И немаловажная задача – это лечение профилактика тромбозов, глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Это тоже, в общем, задача кардиолога. Тут просто прошагаем три слайда или два. Влияние различных препаратов совершенно разнообразное, но очень часто, как мы уже сказали, кроме кардиотоксической, есть влияние на эндотели. Соответственно, клинические проявления как артериальных, так и венозных тромбозов может привести к стенокардии, вазоспазму, кардиомиопатии, типа токацуба, остановке сердца и так далее, и так далее. Так что много препаратов, притом самых различных групп, различных механизмов действий, они все равно могут вызывать повреждения сосудистой стенки. И вот, к сожалению, как об этом я уже сказал, те препараты, которые очень часто применяются в схемах, часто и ассоциированы к кардиотоксичности. Вот видно, что препараты наиболее часто применяемые, к сожалению, наиболее часто вызывают влияние на миокард. Суммарная частота хронической сердечной недостаточности и кардиомиопатии при химиотерапии различна у различных препаратов, но все зависит от экспозиции, дозировок, схем и так далее. Например, если без химиотерапии, то вероятность развития очень низкая. Если с применением, например, атертоциклином и тростозумаба, но очень часто при раке молочной железы эта схема используется, то очень высока и первый год, и вот в течение пяти лет, видите, какая огромная разница между этими группами. Это, конечно, не означает, что там, где есть показания к назначению данных препаратов, их надо чем-то другим заменять, но, тем не менее, это надо иметь в виду и более фокусно заниматься этими больными. Клинические проявления – это поражение миокарда, левого или правого желудочка, кардиомиопатии, инфальтеративные поражения сердца, поражение перикарда, выпад перикардиты, поражение клапанного аппарата, особенно при облучении или сочетании облучения с химиотерапией, акселерация имеющегося коронарного атеросклероза и проявление ИБС, симптомные и иногда бессимптомные, атипичные формы инфаркта миокарда или безболевой шеи, поражение периферических артерий, очень часто сонных, если в зону облучения входит шея, например, венозные тромбозы и тромбоэмболия, различные аритмии, нередко мерцательные аритмии, и удлинение интервала КУТ, риск аритмической смерти. Есть ряд препаратов, которые напрямую влияют и повышают этот риск даже во время введения. Блокады сердца – это все, что может клинически проявляться. Мы говорили о острой фазе и хронической фазе повреждения. Это очень часто, некоторые эксперты считают, что никакой разницы между этими двумя нет, просто в острой фазе не появляется это сразу, а появляется со временем. Но так или иначе, одна химиотерапия, кардиотоксическая, больной все-таки в большинстве случаев выходит с более или менее улучшенной функцией миокарда. Но если эти экспозиции продолжаются, то со временем снижается сократительная функция и наступает этап сердечной недостаточности. Ну, раз это так опасно и это так коварно, то можно ли предсказать? Совершенно точно и определенно пока таких маркеров нет, но есть сумма данных, которые позволяют считать, что есть. Такие возможности есть. Очень важен анамнез. В кардиологии вообще половина диагноза – это правильно собранный анамнез, то есть есть ли у человека фактор риска, в том числе ИПС клинически уже манифестированный, периферический атеросклероз, артериальная гипертензия, есть ли у него сахарный диапазон, дисфункция, фодчик и так далее. Оценка сократительной функции. Ну, хорошая прецизионная двухмерная эхокардиография, а еще лучше трехмерная, позволяет хорошо на входе лечения зафиксировать состояние сократительной функции. В некоторых клиниках применяют радионуклидную вентрикулографию, как более воспрадимую, и иногда МРТ сердца, которое наиболее, конечно, точно, но, к сожалению, методика дорогая, и она не может применяться у постели больного. Лабораторная диагностика, в первую очередь, это маркеры повреждения, это тропанина АЛТ, индикаторы сердечной недостаточности, маркеры воспаления, возможно, ЭКГ, стресс-тесты, сейчас есть новые, вот и СР2, сегодня утром вы, наверное, слышали по этому поводу доклад, ЭКГ, стресс-тесты, мониторирование ЭКГ и инвазивная диагностика ИБС. Что касается углубленного анализа эха, на сегодняшний день есть методика, так называемая, изучающая деформацию миокарда, разных его слоев, продольных, поперечных волокон, так называемая strain или деформация миокарда. Современные ультразвуковые аппараты онлайн позволяют это оценивать, вырабатывается такая вот картина, и разные участки на самом раннем этапе, когда у больного еще нормальная сократительная функция, иногда показывают, что деформация миокарда страдает. И под некоторым данным это является хорошим предиктором, довольно надежным предиктором будущей развивающейся сердечной недостаточности. Как предотвращать кардиотоксичность? Ну вот есть популярная очень шкала, предложенная доктором Херманом. Зависит от того, какую схему терапии получает больной и с какими заболеваниями, факторами риска, с какой комбинацией он входит на это лечение. В зависимости от этого риск кардиотоксичности может быть высоким, если больше 6 баллов, очень высоким, высоким, умерен, средним и низким. Это очень важно, это довольно простая схема. Если адекватно собрать анамнез, уже на каком-то начальном этапе можно предсказать, каким больным, какого риска мы имеем дело, и дальше уже подключать кардиолога. Что мы можем? Есть много исследований, которые показывают, что бета-блокаторы, в частности карвидилол, дают хороший эффект по сравнению с группой контроля, и очень хороший эффект дают ингибиторы АПФ. Раннее их назначение, ну не позже, наверное, первого месяца после назначения кардиотоксической терапии, позволяет улучшать сократительную функцию. Если больные респонденты хорошо реагируют на лечение, у них прогноз замечательный, в отличие от больного, которые не получали, не ответили адекватным образом на лечение. Терапия и профилактика сердечной недостаточности, тут пока ничего революционного нет, это ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, и лишь два из них имеют более-менее доказательную базу. Блокаторы альдостерона, симптомно-петлевые теоретики, когда развилась тяжелая недостаточность, можно подключать и кардиоверторы, и дефибрилляторы. Статины, это в группе, которая повышенного риска, он для профилактики сердечной недостаточности самостоятельного значения не имеет, но у больных с актерами риска ИБС, безусловно, или атеросклероза имеет. Доксорозоксан или кардиоксан, который применяется для того, чтобы защитить миокард от действия доксорубицина, где он доступен, в ряде случаев дает очень хороший эффект. Алгоритмы лечения, то есть это первое измерение, точное измерение фракции выброса, назначение соответствующей терапии. Если нет улучения, то в зависимости от того, как протекает, усиливать терапию, подключать ресинхронизационную терапию вместе с дефибрилляторами. Лучевая терапия. Наверное, формат времени не позволит много об этом рассказать. Я приведу в другом докладе клинический случай. Риск возрастает после лучевой терапии с течением времени. Он невозможно нивелировать. Через 10, 15, 20 лет может вызывать при облучении головы шеи нарушение мозгового кровообращения и другие осложнения. Надключительное или медиастинальное острое нарушение мозгового кровообращения, поражение сонных артерий, облучение живота и таза может привести к атеросклерозу в артериях нижней конечности, брюшной аорты. Какие меры мы можем предлагать? Мы можем просто посоветовать онкологу, если больного высокого риска, если у него есть клинические значимые изменения, то удлинять схему введения, может быть, делать отсроченные. Когда есть альтернатива, может перейти на альтернативные или липофильные формы, и это касается антрациклинов. Изменить схему, например, и применение новых препаратов, которые могут защищать миокард. Вот схема действия доктора Зуксана. Тромбозы глубоких вен довольно частая история у онкологических больных, поэтому этим занимаются и сосудистые хирурги, и кардиологи. Среди нерешенных вопросов остаются вопросы очередности операции при сочетении кардио-онкологической патологии. Онкологический больной с острым коронарным синдромом, об этом мы поговорим. Применение антиогогулянтов у онкологических больных, назначение отмены анкотикогулянтов перед возможной операцией, терапия моста. И какова может быть длительная двойная антиагрегатная терапия, у больного которого СИБС и проведено через кожное коронарное вмешательство. На сегодняшний день онкологический пациент объединяет вокруг себя очень большое количество специалистов, в том числе и кардиологов, а кардиологи являются центром круга более узких специальностей, такие как аритмологи, неотложные кардиологи, интервенционные кардиологи, специалисты по визуализации и так далее. На сегодняшний день хорошо организованная служба, это кардио-онкологическая служба, которая включает в себя регуляционные моменты. Хотя бы кардио-онкологическая клиника, где есть специалисты разного профиля, ну и как минимум кардио-онкологическая команда, где есть хотя бы кардиологи и онкологи, которые вместе решают проблемы больного. Позвольте на этом закончить. Спасибо. Можно я немножечко, не то чтобы вопрос, а может быть даже немножко комментарии. Я, может быть, среди вас как раз то небольшое число представляю специалистов, которые как раз являются онкологами, я химиотерапевт, и поэтому буквально два комментария по поводу того, что вы показывали. Действительно, сочетание антрациклинов и тростозумаба резко увеличивает риск развития сердечной недостаточности. Именно поэтому в клинической практике не назначаются эти препараты совместно. Если есть онкологическая необходимость назначения антрациклинов и тростозумаба, это антихер-2 препараты, они назначаются последовательно. То есть мы сначала заканчиваем химиотерапией с включением антрациклинов, и в последующие режимы добавляем уже антихер-2 препараты, в частности тростозумаб. И одно маленькое мнение по поводу кардиоксана, но кроме того, что действительно крайне удорожает лечение, потому что это дорогостоящий препарат, но онкологи его очень не любят и практически им не пользуются, потому что есть в литературе отдельные данные о том, что он может снижать эффективность противоопухолевого лечения. Поэтому здесь действительно нужно очень серьезно взвешивать. Если вдруг у вас есть кардиоксана, его можно назначить. А вообще действительно ли есть такая необходимость этого назначения? Просто времени не было, подчеркнусь этот факт. По поводу первого замечания скажу, что да, если первое было доксорубицин, и мы отдалили тростозумаб в дальнем, все равно доксорубицин вызывает необратимые изменения. Если он вызвал, тростозумаб свое добавит. Поэтому вместе хуже, последовательно тоже плохо. Поэтому вот такой комментарий. Спасибо большое. Еще вопросы какие-нибудь по первому докладу? Нет? Тогда, наверное, сразу, Давид Петрович, вас попросим продолжить выступление. Теперь уже доклад будет посвящен чрезкожно-коронарному вмешательству онкологических пациентов. Надо сказать, что у нас сегодня несколько докладов посвящено этой актуальной теме. Пожалуйста, Давид Петрович. Спасибо. Второй доклад будет общая часть. Клинический пример приведут питерские коллеги. Я просто один, может быть, приведу. Если можно, поставьте второй доклад. Ну, чрезкожно-коронарное вмешательство, кажется, кажутся. Приемлемая альтернатива для онкологического пациента. Извините, мы ее загрузили за полчаса. Пока у нас есть время, может быть, действительно, еще вопросы будут. Также вопросы можно задать, если кто-то был на утренней сессии и не успел задать вопросы докладчикам. Пожалуйста, можно это сделать сейчас. Многие еще здесь. Продолжение следует. Продолжение следует. После окончания всего курса, там, 4 цикла, 5 циклов, то привлекается. И, как правило, если больных ведем, ведем мы совместно. Назначается лечение на этапе уже госпитализации. То есть, или даже до. Если у больного есть фактор риска, гипертония, он не лечился, назначаются именно прицельные препараты, те, которые оправдали себя в плане профилактики. Коротко так я могу ответить. Я буквально тоже одно только слово добавлю. Если даже человек не имеет при входящей какой-то кардио, ну, какой-то патологии, но, например, он получает, женщина получает, например, антрациклины, неважно получает, не получает, потом она получает терапию тростозумабом в течение года, это адювантный режим. То есть, больная излечена. Независимо от этого, каждые три месяца, даже если она здоровано, нет никакой симптоматики, каждые три месяца она обязательно делает ЭКГ и эхокардиографию. И обязательно приходит, показывает нам консультацию кардиолога. Я хотела бы тоже подтвердить. Действительно, Лариса Владимировна рассказала так, как это организовано у нас в нашем учреждении, в институте имени Герцена. Мы смотрим всех пациентов перед потенциально кардиотоксичной химиотерапией, ну и, конечно, особое внимание пациентам пожилого возраста и с факторами риска. И здесь самое главное – организовать наблюдение потом за этими больными. Субтитры создавал DimaTorzok